Два размышления. Есть два типа икон Божьей Матери. Обычно и на Востоке, и на Западе мы видим ее с младенцем на руках. Дева, держащая младенца. Это изображение многих идей, а не только матери Бога как лица. Это идея воплощения, утверждение идеи воплощения и реальность воплощения. Это утверждение материнства подлинного и реального Святой Девы. Внимательно посмотрите на все эти иконы, и вы заметите, что Божья Матерь на них никогда не глядит на ребенка. Она не глядит ни на вас, ни в пространство. Но ее открытые глаза устремлены внутрь себя. Она в раздумье. Она не смотрит на окружающие. Ее нежность выражена робостью ее рук. Она держит ребенка, не лаская его. Она держит ребенка, как кто-то мог держать нечто священное, что он сейчас принесет в жертву. И вся нежность, вся человеческая любовь выражена в ребенке, не в матери. Она остается матерью Бога и держит ребенка не как мальчика Иисуса, а как бочеловечившегося Сына Божия, ставшего и Сыном Девы. А Он, будучи истинным Богом, истинным человеком, выражает ей свою любовь и нежность человека и Бога, как к своей матери и своему созданию. Это один тип икон. Второй тип он встречается очень редко. Это изображение Матери Бога, одной, без ребенка и без явного присутствия Христа. Я опишу одну из таких икон. Это русская икона 17 века. На ней изображена русская крестьянская девушка без платка, с широким лицом и волосами, расчесанными на прямой прибор, пробор. Они падают прядями, окаймляя грубоватое лицо. У нее большие глаза, и она смотрит в бесконечность или в глубину. Конечно, ничего не изображено, что могло бы быть перед ней. Если присмотритесь, вы видите две руки. Руки не могли бы находиться там, где они находятся, потому что это противоречит анатомии. Они нарисованы не для того, чтобы стать частью реалистического изображения. Но они есть, потому что изображают нечто, что не могло бы быть выражено глазами, кистями, рук, лицом, ничем другим. Они олицетворяют тревогу, боль. А в углу иконы маленький, почти незаметный, бледно-желтый на желтом фоне, холм с пустым крестом. Это мать, предчувствующая и созерцающая страданий и крестную муку единственного зачатого ею сына. Обращаясь с молитвой к Богородице, мы должны сознавать, а как часто мы об этом не думаем, что любая молитва к ней означает мать. Удивительно, как Матерь Божия по всему тому, что открыта в Евангелиях, дала нам понять, что мы смеем обращаться к ней с этой молитвой, потому что ничего иного сказать нельзя. Для нас она Богоматерь. Она та, которая ввела самого Бога в наши условия. В этом смысле мы называем ее Матерью Божией. Благодаря ей Бог вочеловечился. Он родился благодаря ей. И она не просто орудие воплощения. Она та, чья покорность Богу, чья любовь к Богу, чья готовность выполнить Его волю и чье смирение в том смысле, о котором я упомянул, были таковы, что Бог мог родиться от нее. У одного из наших великих святых и богословов 14 века есть отрывок о Богоматери, в котором он говорит, «Воплощение было бы столько немыслимо без все раба Господни, да будет мне по слову Твоему, сказанных Девою, как и без воли Бога Отца». В этом полное взаимодействие между Невей и Богом. Говоря о воплощении и о роли Пресвятой Богородицы, я вспоминаю, как прекрасно это выразил один английский писатель Чарльз Уильямс. В романе «Все почитают Еву». Он говорит про воплощение, что то, что делает ее необычайным и единственным в своем роде, это то, что однажды она, девственница Израиля, оказалась способной произнести священное имя всем своим сердцем, всей душой, всем своим существом и всем своим телом, так, что в ней Слово могло превратиться в плоть. Я считаю это отличным богословским объяснением роли Девы Марии воплощении. Мы любим ее. Мы чувствуем в ней каким-то особым образом Слово Божие, произнесенное Павлом. «Моя сила в немощи совершается». Мы видим эту слабую девственницу Израиля, эту слабенькую девочку, побеждающую грех в себе, побеждающую ад, побеждающую все, благодаря помощи Бога в ее череве. Вот почему в периоды преследований, когда сила Божия может выразиться только в слабости, Пресвятая Дева так чудесно, так могущественно стоит перед нами. Если она могла победить землю и ад, она есть клад неисчерпаемой силы, и она может вступиться и спасти. И мы подчеркиваем то, что нет между Богом и Ей никакого противоречия, обращаясь к ней с мольбою, которую обращаем только к Богу и к ней. Спаси нас! Мы в такие дни не говорим ей «молись за нас», а только молим о спасении. Старец Силуан В 1938 году на горе Афон умер человек. Это был совсем простой человек, русский крестьянин, который пришел на Афон 20-летним юношей и пробыл там около полувека. Он пришел на Афон, потому что прочел в брошюрке о Святой горе, что Богородица обещала, что за всякого, кто послужит Богу в этом монастыре, она вступится и будет за него молиться. Он бросил свою деревню и сказал себе, «Если Матерь Божия обещала вступиться за меня, я пойду на Афон, а ее дело — спасти меня». Он был замечательным человеком и в течение многих лет заведовал монастырскими мастерствами. Работали в мастерских молодые русские крестьяне, которые приходили на год или на два года, чтобы заработать деньги, копейка к копейке. А там, глядишь, соберется несколько рублей от силы и, вернувшись домой, можно жениться, построить избу или купить зерна, чтобы засеять поле. Однажды монахи, заведовавшие другими мастерскими, спросили, «Отец Силуан, почему люди в твоих мастерских работают так хорошо, хотя ты не проверяешь их и не следишь за ними? А у нас, хоть мы непрерывно следим за ними и не отходим от них, все стараются обмануть нас, увильнуть от работы». Отец Силуан сказал, «Не знаю, в чем дело. Я только скажу, как я поступаю. Прежде чем прийти к ним, я всегда молюсь за них. А когда прихожу, мое сердце полно любовь и сочувствием, и я плачу от любви к ним. Я раздаю им задания на день, и пока они работают, я стою в моей келье и молюсь за каждого из них. Я говорю Богу, Господи, вспомни Николая. Он так молод, ему нет двадцати. Он оставил в деревне жену, и она еще моложе его и ребенка своего первенца. Представь себе, как ему было тяжко покинуть семью, потому что не мог прокормить их дома. Защити их, пока он не вернется. Будем щитом от всякого зла. Дай им силу перебить этот год, пока они врозь, а потом и обрадоваться встрече и деньгам, которые он привезет. И дай им радость, но также и храбрость, чтобы одолеть грядущие трудности». И он прибавил. Сначала я молился со слезами жалости к Николаю, к его жене и их первенцу. Но, молясь, я вдруг с такой ясностью ощущал присутствие Бога, и оно становилось таким могучим, что я терял из вида Николая, его жену, ребенка и их деревню, и чувствовал только дыхание Бога. Я вникал в его присутствие все глубже и глубже, пока внезапно не осознавал, что божественная любовь осеняет Николая, его жену и сына. И тогда я с любовью благодарил Бога и снова начинал уже спокойно молиться за Николая. Но снова я погружался в глубину и бездну любви Божией. И так сказал он, «Я молюсь за каждого из них. А когда день кончается, я прихожу к ним, говорю несколько слов. И мы молимся все вместе, и они идут на отдых. А я выполняю свои монастырские обязанности». Поэтому вы видите, что созерцательная молитва и сочувствие, и активная молитва требует усилия и борьбы, потому что он не говорил, «Господи, помяни того-то и того-то», а целыми днями молился с сочувствием и любовью, сливавшимся в единое целое. Конец Иоанн Кронштадтский Начало и конец нашего земного мира Опыт раскрытия пророчеств апокалипсиса Отрыжки Издание 3 10-19 ноября 1901 года Санкт-Петербург 1914 года Безначальный Бог во Святой Троице Единый, Всемогущий, Всеблаженный, Вседовольный, Всесовершенный Не имел надобности в тварях. Бесконечная благость Его Возжелала иметь участников в Своем вечном блаженстве. Царство Славы или Царство Небесное Уготовано для любящих Бога Бессмертных сил Небесных, Устоявших в добродетелях перед соблазном. Одному из светлейших и могущественнейших духов Представилось заманчивым выйти из повиновения Создателю И основать свое собственное царство, Противоположное Божественному, Дабы власти своей уподобиться Всевышнему Богу Небесному. Последствия сего известны. Дениса сделался дьяволом, врагом Божиим И врагом всех любящих Бога тварей. Устоявшие во время гибельного искушения В награду за это укрепились Помощью Божией И соделались Вечными сынами правды. Царство Славы Или Царство Небесное По воле Творца Не должно оставаться ненаполненным. В восполнении Явились новые существа, Хотя и не в светоносной, Но в вещественной оболочке, То есть во плоти. И они в лице Адама и Евы Явились из рук Творца Прекрасными, как венец Премудрости Создателя. И новосозидаемая тварь По определению премудрости Божией Явилось из ничтожества, И вселенная для нее устрояемая Возникла по глазу Божий Из воды и океанов, Пылинок, созданных в начале. Величие Творца сказалось В этих начальных атомах, Ибо они, несмотря на свое ничтожество, Бесформенность, невидимость И неустроенность, Послужили материалом для устройства Не только царства природы, Но и человека, Предназначенного царствовать в природе И совершенствовать все До единства с Богом. От нас сокрыто, Долго ли первоначальные Воды атомов Представляли не что иное, Как хаос, Подобный волнам бездны. Ибо божественное откровение В Священном Писании Дается зерстать Начало видимого мира тогда, Когда над хаосом в воду Уже носится божественный Животворящий Дух Святой. Таким образом, История видимой Вселенной Начинается с первоначального Образования простого вещества И с устроения его Духом Святым Величайшие шаровидные тела. Что нынешней стихии, То есть земля, вода и воздух Составляли в начале Ни что иное, как необразные пылинки, Видно из свидетельства Слова Божия. Прис. 7, 26, 8. Из наблюдений, подтверждающих Эти свидетельства. Исследования царства природы Вполне подтвердили и уяснили Мысль, высказанную уже Соломоном, Что стихии мира составлены Из единого, необразного вещества, То есть имеют единство природы. Эти ничтожные и неосязаемые частицы, Одарены Творцом силою, Непостижимой для нас деятельности, Благодаря которой они образовали Из своих соединений и сочетаний Неисчислимое разнообразие Видов, тел, царств и природы, Возникшем из праха. Физическое начало света Создано в первый день творения С происходящими от него Физическими силами, электричеством И теплотою, по Слову Божию. Да будет свет! Оно явилось в одной стране мира, На Востоке. Четвертый день творения. Им обречены великие темные тела, Предназначенные управлять другими, От них взятыми меньшими темными телами. Управлять ими посредством притяжения, Согревать, просвещать, Тройстинными лучами своего, Коронованного лучезарного покрова, Световыми, тепловыми и электрическими. Темные солнечные ядро, Вместе со всеми прочими Подобными ему шарами Вселенной, Образовано вначале Извод начальных атомов, Наполнявших пространство бездны в начале. Эти океаны, вот, Велением Слова Божия и действием Духа Божия, Должны были подвергнуться разделению На великие шары, А сей последнее размножение На планету уже во времени, То есть во второй день творения. В третий день, Испарением морских волн, Покрывавших сушу, Тем же Словом и Духом Образованы Воздух, вода, Пресная вода, И через всемогущие действия Ипостасной премудрости В Духе Святом Подняты материки. Творческое слово Ипостасной премудрости Божией Повелело во второй день Утвердиться планетам, То есть разделиться великим шарам И открыться пространству Для воздуха между планетами, Тверди небесные с облаками, Ивившимися от испарения вод, А всемогущей силой Слова и Духа Открыто Или поднято Из воды суша, И в день третий И произведена растительность В совершенном возрасте. Все эти чудеса премудрости И силы Выснего, Сколь же чудно созидается Дело Божие И в нравственной жизни человека, Озаренного впервые внутренним светом, Ко разумению писаний И заповедей Христовых. Для него вскоре наступает Второй период устройства Его внутреннего мира, Ибо волны плоских страстей Мало-помалу разлагаются, И там, где бушевали порывы их, Водворяется твердость И самообладание Под влиянием благодатного света, Восполняющего недостатки И врачующего немощи человеческие. Постепенное разложение страстей Совершается в следующий за семь период, Соответствующий третьему дню В устройстве Вселенной, Когда воды страстей Получают границы И начинают испаряться, А волны желаний Заключаются в пределах, Из которых выступить не могут, И ярость их обращается назад Для блага, покоя И мира твердого духа. В эту пору благодатной жизни Сердце человека, Омытая от страстных волн, Делается способным принять Оживляющую теплоту святого духа И произвращать плоды духа Любовь, радость, мир, Долготерпение, благость, Милосердие, веру, кротость, Воздержание. Галатам 5.22 В устроенном Вселенной Третий день творчества Божия Имеет особое значение в устроении, Ибо с этого дня Начинается растительность на земле И на подобных ей планетах. Земля производит Первые и самые роскошные Плоды свои для потребностей Обитателей царства природы. С этого дня Земля, как добрая мать, Начинает расходовать свои силы, Сперва крепкие и могучие, На пользу и укреплению людей И прочих живых тварей. И это продолжится До самой той поры, Когда в конец Расслабленной лености И в ее возделывании Она оскудеет в силах И с трудом будет нести Бремя пропитания человеческого рода. Впрочем, она не оставит Своего дела До самого скончания своего. По обетованию Божию Сеяние и жатва Будет до последнего дня. Бытие 8.22 Самая кончина мира Будет не уничтожением, А только обновлением земли. Апокалипсис 21.1 Никто из невоздержанных И нетрезвых Не будет жить на ней. Но обновленные силы Ее будут вечно Служить для обновленной твари При новых условиях жизни. Третьему дню Вселенной Соответствует при кончине мира Снятие третьей печати С книги Судеб последнего времени. Знамением Поставлено Оскудение плодов земных И вследствие того Крайняя дороговизна Хлеба насущного Откровение 6.6 Читающий Да разумеет Не относится ли это К его времени Как начало конца. Четвертый день Ознаменован Окончательным распределением Светоносного начала Первой созданного Равномерно Между мирами Для потребности Каждого из них. Этим Светоносным Началом Как царственные Парфиры Облекаются Великие тела Вселенной Предназначенные Управлять Меньшими И облекать их Сиянием С той стороны Которая Обращена К нему Оставляя Во тьме Ту Которая Уклонена От него Чтобы Не лишать Человека Благодеяний Изливаемых Солнцем Все темные Земные Шары Получили Вращательные Движения На своей Наклонной Оси И кроме Того Годовое Движение Вокруг Своего Центрального Шара Как своего Родоначальника Этим Двойным Движением Дарованы Планетам Перемены Дня и Ночи И перемены Времен Года Этим Движением Каждое Место Земного Шара Попадает Под действие Солнечных Лучей Отсюда Разнообразие В энергии Лучей Ибо Направление То прямое То косвенное А через То Более Или Менее Согреваются Или освещаются Различные Пояса Повершности Шара А также И ближайшее Воздушное Пространство Но Последнее Только через Посредства Отражающихся От земли Лучей Найдено Что уже На высоте Семи Верст Господствует Мрак И небо Уже Представляется Почти Черным Далеко Темнее Ночи На этом Темном Фоне Сияют Поразительным Блеском Солнце Луна И звезды Но уже Не греют И не освещают Пространство Хотя и блестят Сильнее Чем видно С земли В безлунную Ночь Отраженные А покрыто В нем В нем Не производят В нем Тех Явлений Которые Мы Называем Освещением И согреванием Черное Но имеет Близь Земли Через Преломление И разложение Лучей Голубую Окраску Подобность Ему Происходит Со всеми Предметами Указанное Явление Природы Говорит О том Что в чудесах Физического Света Создатель Мира Напечатлел Подобие Невидимых Духовных Чудес Производимых Светом Божества Разумные Твари Сами по себе Мрак При действии Же благодатного Света Перестают Быть Тьмою Получая Внутреннее Освещение И теплоту Духа Они Приближаются К той Нравственной Красоте Которая Определена Им по плану Домостроительства Создателя Тварей Разложение Белого Или Бессветного Луча На семь Ярких Цветов Напоминает Нам о Семи Благодатных Дарах Святого Духа Укрепляющих Душевные Силы Таинственные Таинствами Веры Дабы Возрастать В добродетели Во славу Божию Физические Явления Света Относятся К духовным Как фотографический Снимок К тому Что Он Изображает Всякий Видимый Предмет Имеет Внешнюю Окраску От своей Внутренней Способности Отражает Те или Другие Лучи С числа Семи Основных Радужных Цветов Так И Дух Наш Сам По себе Мрак И если Не таков В действительности То только Потому что Одарен От богоспособности Воспринимать Благодатный Свет И теплоту От своего Создателя И промыслителя Для души Человека Он Есть Духовное Солнце Или Солнце Правды Без Него В душе Мрак Уныние Отчаяние Злоба Первый Человек Уклонился От солнца Правды И впал В сферу Нравственной Тьмы Но Несовершенного Мрака С тех Пор До появления Христа Светодавца Немногие Обращались К всему Свету Человек Привык К состоянию Нравственной Тьмы Как более Удобному Для делания Зла До того Как полюбил Свои цепи И оковы Избравшие Свет Стенали Видя Порабощение Нравственной Тьмой Природы Богоподобных Тварей Как Счастливы Наши Века В сравнении С веками До пришествия Обещанного Света Христа Мы живем В стране Обращенной К свету Истины Имеем Возможность Воспринимать Благодатный Свет И возвратить Своей Мрачной Страстной Природей Ее Первобытную Светлость Через Благодать Христову Конечно Без борьбы С тьмой Нельзя Воспринимать Свет Благодати Где же Поле Этой Борьбы Чтобы Знать Куда Стремиться На Брань Бранное Поле Внутри Нас Потому что Мрак Мы видим Не вне А внутри Нас Мы его Сознаем В чувствах Мыслях Намерениях Ощущениях Мрак Является В словах И деяниях Представляющих Наше Действительное Состояние Чуждое Той Окраски Какую Сообщает Мыслям Словом И деяниям Внутренний Благодатный Свет Солнца Правды Бывает И так Что Слова И деяния Имеют Как бы Приятную Окраску Приятную Для тех Кто Не знает Истинного Света Не умеет Отличить Лжи От Истины Так И из Лицемера Вдруг Среди Испытаний Вырастает Человек Зверь Тому Кто Ищет Истины Надо Уметь Отличить Истинное От Ложного Пророка От Лже Пророка Для Испытаний Имеется Пробный Камень Того Что Истинно И Что Ложно Этот Пробный Камень Есть Учение Господа Иисуса Христа И святых Его Апостолов Переданное Святой Церкви Как Верной Хранительнице Истины Вникать Ко Это Учение Еще Не Значит Быть Верным Хранителем Оного Именно Потому Что Каждый В Отдельности Не Может Знать Самого Необходимого Как Следует Применить На деле Заповеди Евангелия Это Знание Есть Дар Благодати Святого Духа Неспосланного Пастырем Святой Церкви Хотя И В виде Разделяющихся Огненных Языков Но Соединяющих Воедино Союзом Взаимной Любви И Разумении Истины Пастыря Спаствую Его Если Видим Учителя Отделяющегося От Союза Со Святой Церковью Вводящего Разделения То Он Нет Благодати Святого Духа Учение Его Есть Сложный Свет Который Сообщает Фальшивую Окраску Непрочную И Неспособные Выдержать Испытания Хотя Бо Ангел С неба Явился Вводящий Разделение И Тому Не Следует Верить По Завещанию Апостолов А Между Тем Как Часто Увлекаемся Ветром Нового Учения Думая Что На стороне У Учителя Этики Истина Открывается Лучше Чем Проповедует Святая Церковь Горькое Гибельное Заблуждение В царстве Природе Есть Такие Небесные Тела Которые Редко Являются Сферой Солнечного Действия И Опять Исчезают Самый Вид Их Производит Невольный Страх И опасение Чего-то Дурного Это Блуждающие Тела Или Кометы Они Постоянно Меняют Пути Свои Переходят От Одной Солнечной Системы К Другой Нигде Не Находя Для Себя Пристанище От Чего Это Происходит Не От Того Лишь Что Не Имеют Твердого Сплошного Ядра А Состоят Из Множества Мелких Частиц Которые Лишь Только Попадают В Область Притяжения Планеты Обращаются В Падающие Звезды И Удаляются От Солнца Всемогущему Строителю Вселенной Угодно Было В Видимых Явлениях Начертать Тайны Невидимого Мира И Открыть Почему Произошло Падение Звезд Горнего Мира И До Ныне Происходит Падение Множества Людей Не Имеющих Твердой Веры И Потому Отделяющихся От Святой Церкви Продолжая Сравнение Можем Утверждать Что Солнечная Система Есть Начертание Семьи В Том Порядке Который Определен Этому Божественному Учреждению В плане Домостроительства Создателя Мира Предстояло Самому Небесному Строителю Положить Самого Себя Во главу Нового Здания Великой Человеческой Семьи Или Церкви Которая Есть Столб И Утверждение Истины Имеем Уверение Самого Небесного Архитектора Что Никакие Враждебные Силы Не поколеблют И не Одолеют Церкви До По мере Того Как Приближается Венец Церкви Христовой Возникает Из земли Здание Противоположно Истинному Христову Строению Это Вавилон Или Царство Красного Дракона Бога Века Сего Повторяется Повторяется Дело Древних Мечтавших Обессмертить Себя На земле Создать Себе Имя Нынешние Хамиты Так же Как и Древние Не о том Мечтают Чтобы имена Их Были Написаны На небесах Но о том Чтобы на земле Оставить Имя И память Дел Своих Отсюда Новый Вавилон В полном Значении Слова Смешение Истины С неправдою Вместо Ясного Как Свет Учения Святой Церкви Основанной На Евангелии Пророках Апостолах Отцах Церкви Вселенских Соборах Жаждут Отступнического Учения И темных Философских Систем В которых Истина Смешана С ложью И правда Переплетена С неправдою Это только Фундамент Вавилона Что дальше Будет Можно догадываться По тем Вышедшим Из земли Обществам Которые Грозят Неспровергнуть Здравые Понятия Людей Повторить Смешение Понятий Древнего Вавилона И осуществить Новый Мятеж Против Всевышнего Совет Всемогущего И определение Его Неизменны Поэтому Вавилону Предлежит Участь Древнего Хотя бы До небес Возвысился Он Тем не менее Башня Лжеучения Растет Не по дням А по часам Велика Опасность Потерять Самый путь Спасения Среди Растилающейся Пыли От вавилонского Строения Мечтателей И начертателей Своих имен На земле Куда же Бежать От этой Пыли Куда же Кроме Тихого Пристанища Которое Открыто В здании Нерукотворенном И вечном Где сам Строитель Мира И создатель Спасения Нашего Приемлет С любовью Всех Труждающихся И обремененных Несомненно Что ста крат Лучше Быть Безымянным Рабом В этом Доме Его Чем Именитым И славным Строителем Вавилона Конец Которого Погибель И вечная Мука В озере Огненном И серном Обратим Зоре Небесное Светило И научимся Прославлять Всемогущего Строителя Церкви Украсившего Ее Духовными Светилами Которых Церковь Именует Отцами Они Учат Искусственно Ходить Путь Спасения Среди Пыли Вавилонского Строения Как Небесное Светило Наставляют Мореплавателей На истинный Путь К Тихой И безмятежной Пристани Мир Блаженных Духов Создан Не из атомов Ибо В бытии Своем Обусловлен Мысленным Светом Как Сферой Горнего Мира Он Именуется Небом Небес И третьим Небом Раем Который Обретен Для нас Падших Человеков Безмерной Ценой Крови Воплощенной Ипостасной Премудрости Божией По свидетельству Слово Божьей Находясь Здесь В этой Жизни Мы Еще Не Можем Ни Видеть Ни Слышать Ни Понять Того Блаженного Состояния Которое Уготовано Любящим Бога Взамен Того Можем И должны Веровать В блаженство Будущего Века Так Как Мы Его Видели Слышали И Понимали Мыслью Своею Как Все То Что Находится Перед Глазами Живя В этом Мире Мысль Наша Должна Витать Выше Его Постоянно Отрешаться От Видимого Ради Свободы Созерцания Предлежащего Нам Счастья На Небесах Несносный Шум Житейского Моря Отвлекает Внимание Царства Небесного И приковывает Мысль К земной Сфере Настолько Что О будущем Веке Некогда Думать Греховное Состояние Много Препятствует Свободе Которая Свойственно Невинным Детям Их Обращение С родителями Когда Они Чувствуют За собой Проступка Отталкивающую От них Любовь Родительскую Чтобы Наслаждаться Надеждой Будущих Благ Необходимо Отрешиться От греха И от Всего Суетного Мирского От Житейской Гордости В особенности Невозможное Сделается Возможным И то Чего Не видел Глаз Не слышало Ухо И что На мысль Еще Не приходило Сделается Доступным Внутренней Созерцательной Способности Очищенной Слезами Покаяния Тогда Вера Близка Уже К тому Состоянию Которое Называется Видением Того Что Будет Открыто За гробом Духовным Очам Души Великое Счастье Обнять Созерцательной Верою Благо Будущего Века Становится Тогда Понятной Цель Земной Жизни Причиной Претерпеваемой Тесноты От которой Эта Лекция Переносится С терпением В надежде Что близок Конец Который Венчает Терпение И заставить Забыть Но и Жалеть Что Мало Перенес Для Облегчения Трудного Душевного Борения Внутри Себя Надо Назвывать О помиловании Ко Христу Богу Нашему Счастливцы Те Которые Растяжали Привычку Непрестанно Молиться Всякое Дыхание Их Хвалит Бога Слочайшее Имя Подобного Которому Нет Другого Ни на Небе Ни на Земле Имя Иисуса Христа Должно Быть Дыханием Нашим Наяву И во Сне Всегда И Везде Ныне Более Более Открывается Великая Книга Природы Как Откровение Творце Не Говорит Ли Она Яснее Всего О Единстве Строителя И Создателя О Единстве Владыки И Господа О Единстве Совершителя И Промыслителя Всего Где Более Спокойствия И Мира Как Не В Царстве Единокровного Царя Единодержавного Не Ограниченного Отца Своего Народа В Какой Семье Порядок И Благоустройство Как Не Там Где Сам Отец Устрояет Его Во Всех Земных Делах Очевидно Что Порядок И Благоустройство Возможно Только Там Где Один Хозяин И Распорядитель Едином Начале Есть Символ Благоустройства И Обратно Благоустройство Есть Символ Едином Начале Посочайшее Благоустройство В Царстве Природы Вселяет Полнейшую Уверенность В Единстве Царя И Господа Всей Твари Царство Природы Вещает Нам И О Непостижимой Тайне В Тройческом Единстве Творца О Всемогущности Творца Везде Присутствие Его Говорит Нам Также Книга Природы Загляните На Небо Усеянное Шарами И Солнцами Держимыми В Пространствах Бездны Невидимой Рукою Посмотрите Вокруг И Спросите Чья Рука Не Устает Питать Несчислимое Множество Тварей Не Только Больших Но И Таких Ничтожных Которые По нескольку Миллионов В одном Стакане Воды Чтобы Все Содержать Питать И Живить Всех И Все Необходимо Быть Всемогущим И Вездесущим Быть Везде В Одно И То же Время А Такая Задача Возможна Только Для Всесовершенного Духа Вездесущего И Всемогущего Создателя И Промыслителя Образ Безначального И Бесконечного Божества Начертан Им Самим В Творениях Руки Его Вселенной Имеющей Шаровидную Беспредельную Внешность Каждый Отдельный Мир Составляет Так же Подобие Шара Неизмеримо Великие Расстояния Между Отдельными Мирами Неизмеримо Великое Разнообразие Созданных Тварях Настолько Великое Что Граничит С Бесконечным Дает Понятие О Бесконечных Свойствах Безначального Отца Мира Утвердившись В познании Свойств Творца Остановимся Пока На одном Из них Бесконечной Благости Дарованной Даровавшей Бытие И промышляющему О всех Созданиях Своих Невидимая Рука Поддерживает Жизнь И хранит Каждого Из нас В то самое Время Когда Всякая Малость Может Решить Нас И жизни И всего Что Украшает Жизнь Отчего Не уразуметь Кому Принадлежит Эта Благодетельствующая Нам Рука И отчего Не уметь Благодарить Своего Благодетеля Гордый Ум Присущий Человеку Подсказывает Ему Мысль Что Всеми Благами Жизни Он обязан Своему Труду Умению Пользоваться Благами Мира Благодетельствую С раннего Детства Начинает Уже Проглядывать Этот Дух Самомнения Рука Господа И подает Нам И хранит Нас Оставаясь Невидимою Вера В том И заключается Чтобы Невидимое Считать Как бы Видимым И Видимым Благи Обретать Невидимого Благодетеля Доброе И благодарное Сердце Само Старается Познавать Того Кого Надо Благодарить И Прославлять Не Узнав Своего Благодетеля Оно Будет Томиться В поисках За ним Пока Не узнает Его И Не воздаст Ему Дани Признательности Своей Словословии Имени Его В таких Поисках За ним Будет Обращаться К тем Которые Знают Его И Будет Следовать За ними Пока Они Не Приведут Его К Желанному Благодетелю Тогда Только Благодарное Сердце Насытится Вполне Блаженной Признательностью Когда Невидимый Благодетель Откроется В видимой Славе Своей И Призовет К себе Всех Искавших Его И Не Видя Его Вервавших В Него Таковы Светлые Надежды Жизни Наша Ради Которые Легко Потерпеть За Имя Его Святое Те Великие Скорби Которые Ожидают Верующих В Настоящие В Особности В Грядущие Самые Последние Времена Когда По слову Святого Пророка Даниила Наступит Время Тяжелое Какого Небывало С тех Пор Как Существуют Люди Об Церкви Целой Третьи Чад Ее Во Образ Того Как Еще Во Время Творения Вселенной Совершилось Свержение С неба Целой Третьи Просветленных Сил Небесных Как Это Так И то Есть Дело Красного Дракона Именуемого В Евангелии Князем Мира Сего Которого Со Времени Адамова Грехопадения Есть На Земле Свое Царство В Котором Творится Все Наперекор Богу Мир Невидимый Или Духовный По Учению Православной Церкви Составляет Двоякого Рода Духи Духи Добра Ангелы И Духи Злые Или Демоны Которые Сотворены Были Добрыми Но По Собственной Воле Сделались Бесповоротно Злыми Господь Являет Себя В Горнем Мире Владыкой И Царем Ангельских Воинств Составляющих Три Тройственные Степени Человек Поставлен Был В Дальнем Земном Мире Представителем Бога Имел В Душе Своей Владычный Образ Божий Был Признан Владыкой И Царем Над Всем Животным Царством Царство Его Составляет Три Тройственные Степени Совершенно Отдельно На Неизмеримой Высоте От Животного Царства Поставлен Человек Человек Принадлежащих Горнему Миру А по Телу К Миру Земному Животворному Насажденный В Душе Человека Владычественный Образ Божий Дал ему Неизмеримое Превосходство Над Животными К Несчастью Падение Человека Разрушило То Подобие Которое Земной Мир Имел Вначале С Миром Горним Человек Помрачил Себе Владычественный Образ Божий И Сделался Рабом Животной Природы Своей А Через Сто Лишил Себя Дарованной Ему Царственной Власти И Прежнего Неизмеримого Превосходства Над Животными Древний Мир Вероятно Потому Истреблен Был Водным Потопом Что Род Человеческий Стал Мало Помалу Приходить В Животное Состояние Подтверждением Этому Служит Священное Писание Свидетельствующее О Крайнем Извращении Нравов Перед Потопом Для Существ Живущих Нравственной Жизни Есть Духовное Солнце Источник Жизни И Блаженства Это Блаженнее Существо Воззвавшее Все Живущее От Небытия К Бытию И Есть Бог Если Для Живущих Ни одной Только Физической Но и Духовной Природой Когда Либо Наступит Полное Затмение Источника Духовной И Физической Жизни Страдание 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 Неизбежным По свойству Жа Духовной Природы А оно Не может Быть Временным Страданием Ибо Дух Бессмертен Вечен Состояние Вечного Страдания Есть То Что Называется Второй Смертью И Вечной Мукой Огнем Неугасающим Червем Неусыпающим Последний Окончательный Суд Над Миром Откроет Для Одних Нравственных Существ Царства Вечного Блаженства Во свете Лица Божия А для Других Полное Затмение Лица Божия От которого Источается Жизнь И Блаженное Бытие Православная Церковь Всегда Веровала Что Мучения Адские Будут Вечны Разумея Под адскими Мучениями Те Которые Наступят Для Отверженцев Бога После Всеобщего Окончательного Суда И Самого Понятия Боги Как Существе Совершеннейшем Ясно Что Все Им Сотворенное Было Только Добро И Зла Он Не Мог Сотворить Откуда Же Явилось Оно От Гордости Одного Из Высших Духов Он Он Возмечтал О Себе До Того Что Задумал Сравняться Со Своим Творцом Чтобы Осуществить Это На Деле Он Увлек За Собою В Неповиновение Множество Других Духов И Недовольствие С Этим Распространил Посредством Обольщения Первых Людей Господство Своё В Земном мире В Церкви Христовой Из Древле Существует Мнение Что Гордость Одного Из Высших Духов Причиной Возникновения Зла Как В мире Духовном Так И В земном И Вечное Спасение Рода Человеческого Име Тесную Связь С Незложением И Упразднением Зла В мире Первый Изобретатель Зла В мире Есть Враг Бога И Человеков Человек Убийца От Начала Или Дьявол Что Означает Клеветник И Обольститель Вот Что Говорится О нем В Евангелии Он Был Человек Убийца От Начала И Не Устоял В Истине Ибо Нет В нем Истины Когда Говорит Он Ложь Говорит Свое Ибо Он Лжец И Отец Лжи Во Все Времена Существовали Мнения Опровергавшие Личное Бытие Дьявола И Других Злых Духов Подобное Заблуждение Крайне Опасно Для Человека Ибо Располагает Его К нравственной Беспечности На виду Угрозного Неприятеля Который Не Пренебрегает Никакими Средствами Чтобы Из Вражды К Творцу Своему Устраивать Вечную Погибель Человеков Злые Духи Безвозвратно Утратили Любовь К Богу А С тем Вместе Утратили Мудрость Исходящей Свыше Которой Составляет Истина Правда И Благость Утрата Внутреннего Светильника Просвещающего Пути Разумного Существа Производит Состояние Внутреннего Мрака Или Духовного Ослепления Другими Словами Притупление Восприимчивости К Свету Истины В таком Нравственном Состоянии Разумное Существо Не может Ощущать Блаженство Не испытывать Радости О Боге Даже Предстояние Престолу Божию Не производит В нем Того Блага Какое Сообщается Существу Любящему Господа По словам Священного Писания Блаженство Царствия Божия Не вне А внутри Ибо Находится В зависимости От душевного Настроения И восприимчивости К добру Ограничение Или мрак Которому Подвергли Сами себя Злые духи Заключается В их Нравственной Слепоте Вследствие Которое Они Подобно Физическим Слепцам Не видят Пути По которому Идут Так Например Известно Что дьявол Прилагал Все старания Чтобы путем Тяжких Испытаний Не изложить Добродетель Раба Божия Ио И довел Дело До результатов Прямо Противоположных Да и Твердость Ио Послужила Еще Назидательным Примером Терпения Для всех Последующих Родов Устроено Им Рассеяние Учеников Христовых И падение Петрова Послужило К утверждению Веры во Христа И служит К обращению И утверждению В вере Всех Тех Кто От Самонадеянности Возвращается К сознанию Своей немощи И начинает Познавать Бога И верить В благость Субтитры 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 Субтитры